В рамках больших вестей вести Ульяновск. Студия Лектюрин. Здравствуйте. Смотрите выпуски. У президентского моста появится новая развязка. Обсудим ход прохождения корректировки проекта и проблемы, которые у нас могут быть при реализации данного проекта. Глава региона выехал на место, чтобы обсудить новый проект. А над головой только купол. Это адреналин ничем не сравнимый. Сложно передать словами. Очень здоровское ощущение на самом деле. На аэродроме «Белый ключ» проходят соревнования по парашютному спорту среди десантников. Ремонт спектаклю не помеха. Наши спектакли уже проходят. Мы 10 числа открыли сезон на площадке Дворца творчества детей и молодежи. В Ульяновском театре «Кукол» сейчас ремонт. На каких площадках выступают актеры? Расскажем в выпуске. Новую транспортную развязку от президентского моста в Заволжье построят в течение трех лет. Очередной этап пускового комплекса волжской переправы обойдется почти в 4 миллиарда рублей. Первая часть федеральных средств уже поступила в регион для разработки рабочей документации. Планы сроки строительных работ сегодня ранним утром оценил глава региона. Первоначальный проект пришлось скорректировать в соответствии с современными стандартами. Изменилось расположение коммуникаций. Само дорожное полотно по-прежнему предполагают поделить на четыре полосы движения протяженностью более трех километров. Кроме того, проектом предусмотрена кольцевая развязка на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской. Обсудим ход прохождения корректировки проекта и проблемы, которые у нас могут быть при реализации данного проекта. Это в частности отвод земли от войсковой части, передача от Минобороны в областную собственность участка земли лесного, где мы должны строить автобильную дорогу. Обновленную проектно-сметную документацию рассчитывают отдать на экспертизу до конца августа. А уже в декабре планируют заключить контракт с подрядной организацией. В эти дни на аэродроме «Белый ключ» проходят соревнования по парашютному спорту среди десантников со всей страны. За право называться лучшими борются бойцы всех воинских частей и соединений военно-десантных войск России. За свободным падением и точным приземлением наблюдал Павел Игнатьев. Военный вертолет принимает на борт очередную партию парашютистов. Десантники со всей страны поднимаются в небо на Дульяновском, чтобы в очередной раз доказать – небеса для них родная стихия. Вертолет Ми-8 уже взлетает. Сейчас на его борту 10 бойцов. Уже через несколько минут они будут высоко в небе. Их задача – десантироваться и приземлиться в той самой точке. И точка – это не преувеличение. С высоты 1200 метров парашютисты приземляются в крошечную мишень диаметром 2 сантиметра. В руках натянутые стропы, в голове десятки комбинаций. Там, высоко в небе, мелочей не бывает. За считанные секунды нужно прикинуть расстояние до цели, сделать поправку на ветер и сгруппироваться перед приземлением. Как где-то дым показывает, как флаги в какую сторону повернуты, как сильно указатель ветра отклоняется от горизонта. Сразу несколько вводных и корректируется в мозгах уже, как компьютер обрабатывает цель. Свободное падение продлится совсем недолго – примерно 10 секунд. Потом военный включает все свои навыки. Сомнение долой – купол над головой. Через 2-3 минуты десантник уже на земле. А чтобы затяжной неслучайный прыжок увенчался успехом, опытные мастера дают совет. Ну и надо, чтобы это упражнение очень нравилось. Тут без этого никуда. Кто познал эту простую истину, с небом вовек не разлучится. Шагнуть в неизвестность и воспарить над пространством – чувства, которые нужно переживать снова и снова. Это адреналин ничем не сравнимый. Сложно передать словами. Очень здоровское ощущение на самом деле. Но для них это не только адреналин. Это необходимое умение для каждого десантника. Ведь у них, как заметил классик, нет свободных падений с высот. Но зато есть свобода раскрыть парашют. Павел Гнатьев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Необходимо наложить мораторий на проведение форумов и фестивалей за бюджетные средства, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Гвоздев. Это связано с тем, что депутаты фракции «Единая Россия» в законодательном собрании приступили к работе по формированию бюджета Ульяновской области на 2020 год. Приоритетной задачей парламентарии встанет контроль за эффективным расходованием средств с учетом нужд и запросов населения. Деньги должны направляться исключительно, в первую очередь, на самые приоритетные, жизненно важные направления, которые подсказывают нам население. Это, безусловно, здравоохранение, это, безусловно, ЖКХ, это, безусловно, благоустройство, это, безусловно, сельское хозяйство и некоторые другие направления, где уже криком кричат предприятия, криком кричит население, где ждать больше нельзя. Все, что касается проведения различных форумов, семинаров, выставок, различных других больших традиционных мероприятий, на которые очень часто у нас по совокупности уходят сотни миллионов рублей денег, на это необходимо наложить мораторий в 2020 году. Прежде всего, те мероприятия, на которые тратятся бюджетные средства. Кроме того, депутатский корпус проведет ревизию деятельности всех некоммерческих организаций, созданных при министерствах и получающих финансирование из областного бюджета, подчеркнул Василий Гвоздев. На их деятельность без проведения конкурса, без соблюдения 44-го федерального закона, сказал парламентарий, тратится десятки миллионов рублей. Это приводит к тому, что бюджет теряет возможных подрядчиков, которые могут провести те же самые работы по более качественной и по более низкой цене. Президент России Владимир Путин подписал закон о фитнес-центрах. Изменения вступают в силу и в нашем регионе. Регулировать будут и работу спортклуба в целом, и фитнес-тренера в частности. Нередко из-за их непрофессионализма вместо оздоровления клиенты получают травмы, с которой борются долгие годы. Сейчас в крупных сетях фитнес-индустрии уже существуют свои стандарты, но в небольших спортивных клубах никогда не знают даже о технике безопасности. Новый закон должен привести к общей стандартизации. Теперь спортивные клубы будут обязаны принимать на работу исключительно квалифицированных специалистов. Однако закон затронет не только больших игроков рынка. Профессионалы уверены, без работы рискуют остаться тренеры маленьких фитнес-клубов, где найти специалиста с высшим или хотя бы средним специальным образованием почти нереально. Некоторые инструкторы даже программы тренировок скачивают из интернета. Есть образованные инструктора, есть полностью, которые вообще ничего не понимают в этом деле. А большинство это YouTube посмотрит, может быть, какую-то программу скопируют с интернета, с соцсетей и так далее. Есть те, кто позанимался тренером год и сам тренер теперь. В фитнес-центре удовольствие зачастую совсем не дешевое, поэтому услуги, которые люди получают в этой индустрии, нужно поднять на новый уровень. Фитнес должен быть безопасным. Уборочная кампания в этом году началась раньше обычного на 10 дней – 8 июля. Это связано с благоприятными погодными условиями. Лидером по темпам уборки среди районов стал Новоспасский – 73% от плана. Около половины площадей обмолотили Барышский и Кузоватовский районы. Аграрии региона помимо технических культур начали убирать зерновые и зернобобовые, а также ранние сорта овощей. Подробности у Эллы Шаховой. На сегодня убрано зерновых и зернобобовых культур с площадью около 250 тысяч гектаров. Это порядка 40% от плана. И баловой сбор составил 500 тысяч тонн при средней урожайности 23 центнера с гектара. Это неплохой показатель, учитывая погодные условия нынешнего сезона. Работы сейчас идут в хозяйствах всех районов области. 60 было центнеров. Есть 18. Есть 15. Есть 15. Разные поля. Почему? Ну вот осень была сухая, зимы я имею в виду. Весна тоже была сухая. Где, благо, есть около Редничка, там всё пошло. А где на буграх, на камушках. А Камайф, он вообще, он плачет, что у него 8 центнеров. Ну у него и земля такая. Земля там такая. Сурский район, по оценке специалистов, один из лидеров агропромышленного комплекса нашего региона. А 80% всей валовой продукции этого муниципалитета приходится на долю сельхозпредприятия Чеботаевка. Там работает 162 человека. Основные направления – зерно, мясо, молоко. Занимаются местные аграрией и овощами, в том числе и их переработкой. Но если в остальных областях работа идёт по накатанной, то здесь они сталкиваются с определёнными трудностями. Мы закупаем огурец, остальное всё своё. А теперь мы планируем производить сами. Сергей Иванович, вот в магазин поступать я. Три года у Панчина тоже место, он мне помогает, но ничего не получается. Отдаём 30 рублей, да? Вот эта банчика стоит 29-30 рублей. В Ульяновске в магазине она 56. Торговля делает 100% на цену. Если вот напрямую нам... Это ничего, что удивительно. Да-да-да, ну 100%, она 20% должна делать, да. Она должна до человека дойти 36 рублей. Вот мы сейчас в рамках мер поддержки промышленных предприятий запустим, будем с ними разговаривать, постоянно действующий, ну, своеобразный такой ярмарк. Она будет на Авиастаре, ну, в Азии, так сказать, на механическом заводе. Минуются эти магазины и всё остальное. Если вы готовы в этом участвовать, будем вот развивать это направление. Слава Богу, это даст возможность, там у нас где-то, вот мы посчитали, так, теоретически под тысячу человек создать, обеспечить работой в сельской местности. В регионе сельхозпредприятий также начали копать ранний картофель, собирать другие овощи и фрукты. Об этом, как, впрочем, о ходе уборочной в целом шла речь на совещании правительства по продовольственной безопасности. Все плановые показатели у нас с вами выполнены. Сейчас уже имеются официальные статистические данные. Они подтвердили, что достигнутые показатели выше уровня прошлого года. Сельхозпредприятие сейчас проводит и заготовку кормов. Многолетние и однолетние травы скошены на площади около сотни тысяч гектаров и работы близятся к завершении. Заготавливают также сенаж, солому, силос. Уже начался посев озимых зерновых. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. В Спасском монастыре осветили еще один храм. Уже второй по счету возрождающейся обители. Домовый храм посвятили Симбирской подвижнице, которую в феврале 1938 года расстреляли за веру в Христа. Храм святой преподобной мученицы Екатерины Декалиной осветил глава Симбирской митрополии. Он же возглавил здесь и первую божественную литургию. Я поздравляю вас с праздником, с праздником освящения второго храма в этой древней, но в определенное время поруганной святыней. И вот этот храм тоже является как бы тихим пристанищем, где Господь подает руку спасения всем тем, кто ищет жизни вечной, кто надеется на Господа как на путь у водителя в этой жизни. Владыка пожелал, чтобы в домовом храме ежедневно возносилась молитва. А накануне, в день прославления преподобной мученицы Екатерины, памятные мероприятия прошли еще и на территории воскресного некрополя. В Ульяновском театре «Кукол» сейчас совсем не творческая атмосфера. В исторической части здания начались ремонтные работы. Планы масштабные. Необходимо обновить кровлю, провести гидроизоляцию фундамента, установить новые окна, при этом сохранить подлинный вид здания. Также в театре заменят тепловой контур, а вечером фасад здания будет освещаться подсветкой. Впрочем, ремонтные работы не помешали коллективу театра открыть творческий сезон. Наши спектакли уже проходят. Мы 10-го числа открыли сезон на площадке Дворца творчества детей и молодежи, лучших дворец пионеров. Кроме этого, у нас так называемый временный стационар расположился в детской школе искусств номер 8 на левом берегу Волги. И в ДК «Киндиаковка» с сентября месяца также начинаются регулярные показы наших спектаклей. Там спектакли будут проходить каждую субботу, а уже в ноябре здание театра вновь наполнится музыкой и детским смехом. К этому времени зрители ждут премьеры спектаклей «Царевна лягушка» и «По щучьему веленью». На этом наш выпуск завершен. Сразу после информации о погоде смотрите интерактивное шоу «Кто против». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Сейчас в Уленовске 26 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.